поговорить по поводу ваших способностей развития способностей или диагностики способности кому как интересно как говорится зачем это нужно но наверное вы понимаете что если вас уже распирает раздирает и вам очень сильно хочется понять что с вами происходит значит вам уже пора но они вам не дадут жить спокойно то есть эти способности этот дар и в общем все эти штуки я вам очень рекомендую не париться не с не терпеть не ждать не не тянуть начать взаимодействовать с теми персонажами которые дают вам эти способности еще раз хочу повториться говорю уже не первый раз мы как человеческая конструкция никаких способностей не имеем и иметь не можем мы можем получить способности только через энергоинформационных субстанций или духов как я их называю они эти духи хотят взаимодействовать с нами и через нас взаимодействовать с нашим миром уплотненным в котором мы находимся поэтому вдруг нам что-то чуется видится как вот тут пишут бачу как начинает бачить тем интереснее начинает с ними работать до друзьям этот лишь чем больше лайков тем больше зрителей если у вас не сильно затрудняет нажать пальчиком каким-нибудь любым вот на вот эти лайки буду благодарен больше людей нас увидят на самом деле много людей приходят на диагностику но я не оброг благодарю супер процесс пошел теперь богата будет у нас со смайликами с лайками и прочими штук как благодарю вас так вот они появляют проявляются по-разному в наших сновидениях они появляются они появляются в наших каких-то тактильных ощущений у людей горят руки там что-то еще происходит в общем они всячески всячески проявляются пытаясь с нами взаимодействовать те кто сейчас здесь находятся у меня на эфире напишите мне что у вас происходит то есть есть ли какие-то явные взаимодействия с вами что-то снится ночью приходят сновидениях горят руки вы знаете там будущее развития событий пусть и недалекая то есть что может происходить вы уже как-то лечите напишите пожалуйста будет очень интересно потому что всегда очень интересно когда вы пишете о своих каких-то знаниях своих каких-то ощущениях именно вот в плане способности если у кого-то есть какие-то вопросы по этой теме то же самое пишите я почитаю отвечу так вот идем потихоньку дальше значит взаимодействие с ними что мы получаем но мы получаем очень много интересного во первых это наша реализация то есть мы реализуемся как целители как знахари как да все что угодно любые эпитеты к этому слову подходят все все ради бога все это все это очень здорово все это интересно сейчас я про реализацию расскажу чуть позже потому что у нас у меня обычно часто пропадают ваши сообщения или комментарии как их правильно назвать часто дежавю но дежавю это несколько другое дежавю к этому никого отношения не имеет дежавю на самом деле это другая ветка реальности в которой вы перепрыгиваете понимаете что вы были здесь уже и это видели это один наверное аспект этого дежавю это мы только мое мнение я здесь рассказываю только о том что знаю вижу имея опыт по этим вопросам значит вторая часть дежавю это она возможно как вариант какие-то ваши прошлые жизни возможно но прошлой жизни есть далеко не у всех я имею ввиду на этой земле на этом участке земли воплощение здесь проходил и не каждый и не всем это нужно так хотелось бы услышать ваше мнение о ванге но ванге по моему так все знают и в общем-то много приукрашена можно много красивого но суть остается в том что человек это был и и реально помогал людям в разных аспектах то есть какое мнение вы именно хотите услышать о ней вы мне задайте более точный вопрос чтобы я понимал что вы хотите услышать от меня добрый день до прорезается очень хочу послушать а что слушать то про реализацию про реализацию слушать не нужно нужно самому или самой реализовываться в этом мире с помощью каких-то действий практик или еще чего-то но только конечно не там не работая на заводе или на дядю как у нас там династия и дед работал отец работал тому я теперь работаю вот поэтому это проект кгб эту провангу я без понятия что такое кгб и еще за проект я в это вот вот не знаю по поводу этого проекта какого-то кгб и вообще вообще вот это все мне не очень интересно я думаю что у нее реально был через нее работали и реализовывали здесь вот эти вот духе их называю ну а мы присваиваем себе и называем это дар там или еще что-то а у каком-то кгб я но я представляю что что есть кгб но этого я не знаю нет не интересно я в эти игры не играю и политикам не абсолютно не интересно вот так вот значит что про реализацию реализация должна проходить в любом случае у вас каким-то образом на какой-то деятельности вашей именно вашей не работая на кого-то делая это на себя работа и вкладываю в себя и отдавая людям то что свои знания и навыки как относитесь к регрессии прошлой жизни никак не отношусь у 60 процентов населения как как я понимаю нет никакой регрессии нет никаких прошлых жизней нашей в нашей на нашей земле наверно здесь нашей реальности это хорошая интересная сказка это продающие тексты это все чтобы вы клевали мы клевали там и и и и вот но во-первых регрессового я могу сказать что я раньше жил в москве и очень многих водил в ту же регрессию и показывал им знакомил их с хранителями то есть многие регрессологи очень известные не видят что они делают их просто научили и дальше они ничего не знают то есть погружая допустим тоже шаманское погружение я вижу практически все что видит человек я помогаю подсказываю решать помогаю решать проблемы и подсказываю ему где что и как можно и нужно исправить это один аспект того что многие просто прошли какой-то курс но поиск из был вчера каменщиком сегодня стал там не знаю страдивари ну или ростропович у меня есть диплом я ростропович но я думаю что много здесь чего-то не так это один вопрос и второй вопрос по поводу прошлых жизней как таковых настоящих прошлых жизней которые вряд ли здесь вообще были вот вы сами пойдете сюда еще раз вот я за себя скажу что ни хрена я сюда больше не приду мне это не интересно здесь ну полный отстой здесь все одни одно горе одни переживания но в общем всякая хрень спросите любого человека ты хочешь сюда опять на эти кредиты ипотеки и прочее всякое дерьмо я думаю что 9 из 10 скажет пошли они все и никто сюда не приходит не приходит приходила 600 раз да хоть 800 вас может может разводить любая сущность и показывать вам любые жизни которые это все очень просто это все никаких проблем если вы приходили то может быть вы одна из десяти которая сюда приходила поэтому это все не вопрос нравится вам здесь мучиться там с пьяными мужиками да или с исполненным всяком дерьмом который происходит поэтому жить там в нищете и мучиться на на жрату зарабатывать я не против идите еще 601 раз и рассказывайте что вы сюда пришли для решения каких-то незаконченных задач или чего-нибудь еще это все ваше право как вам нравится жить в мучениях но не вопрос пожалуйста живите повторяйте из воплощения в воплощении и прекрасно в этом мире немало да можно умом все что угодно но в других мирах все прекрасно и его гораздо больше вот но в общем вот такая вот история получается поэтому говорить про регрессию кому-то нравится кому то не нравится это но красивая сказка наверно хотя я иногда люди просят ну почему нет поэтому не вопрос вот а что что-то это что-то физическое видимое что именно вы вы о чем не знаю как-то больше попонятнее пишите вот так что регрессия на любителя это ничем не отличается от хроника каши там или еще чего-нибудь этом это кому как нравится я сейчас веду разговор о каких-то ваших вашем развитии через способности которые вам дают энергоинформационной субстанции спрашиваю вас про эти способности то есть что-то если есть у вас напишите чтобы мне было понятно кто из вас чем занимается и как как это все происходит вот я почитаю так что-то физическое видимо имея ввиду воплощение которое лучше чем людское во что примерно перерождается душа во все что угодно то есть даже не только людское людская это просто конструкция есть подобное на только в других мирах подобные конструкции на сами миры совсем живут по другим законам очень много перевоплощения других мирах не обязательно же это на земле многие рассказывают про другие миры про красивая про но не знаю добрая про но абсолютно разное но не про ту дичь которая происходит у нас ну те кто здесь был вряд ли кто-то сюда будет возвращаться но за там какими-то мелкими приятностями я не думаю я вижу сущности они просто приходят и смотрит что с этим делать разговаривать с ними взаимодействовать для того чтобы понять для чего они приходят больше больше в общем-то по-другому а как вы меня спросите вот ко мне пришел васька он что-то меня хотел спросить скажите что хотел васька но вы мне это ответьте также спрашиваю васьки чего он хотел поэтому поэтому как-то так так сейчас я почитаю посмотрю что тут еще чтобы не ушло не убежал их животное может превратиться до всего что что угодно как узнать свои способности 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 как узнать в основном нужно понять что у вас снаружи и зайти внутрь себя то есть через измененное состояние сознания я имею ввиду как лучше взаимодействовать но вот так и взаимодействовать спрашивать чего пришел для чего пришел зачем пришел кто прислал и обыкновенные вопросы как как здесь так и и там задавать для того чтобы было понятно они будут отвечать и в общем если вы не слышите или как мне говорят они не отвечают да вот если нет ответа но не ждите ротом они там не отвечают если вы не получаете ответ это не значит что они не отвечают это значит только то что вы не понимаете не слышите поэтому просите их чтобы показывали чтобы показывали образами картинками чтобы вам было понятно могут обмануть могут обмануть нужно проверять это все достаточно просто нет никаких проблем они редко показывают картинки этого уже совсем не о том и не то если они пришли если вы с ними можете взаимодействовать и если вы не понимаете то они пытаются вам объяснить и дать понимание другими способами они будут пытаться просите картинками если они редко пока но если вы не понимаете слов ну то есть что они хотят вам передать ту мысль и картинки тогда ну дайте карандаш с ручкой пусть пишут значит у вас не не настроено восприятие не мысленное которое они говорят не визуальная но попробуйте хотя бы дать им карандаш с ручкой или попробуйте развивать это все а мне снятся вещи и сны вещи и сны главное правильно толковать но толковать сны абсолютно не нужно там есть информация толкователь слов это самая большая дичь которая когда-нибудь видел все лежит лезут сонники и все остальное пытается умом соединить то что вам пришло сновидение все там вся информация значит толковать там все спрашивайте и там получаете ответ и тогда будет все замечательно как-то правильно толковать вот вася бросил вас стакан как его истолковать просто вася бросил стакан но как его можно толковать да то есть спросить васю какого хрена вася ты у меня бросил стакан у меня вопрос читаю дальше вчера снился сон показывали землю в виде спираль что это может значит спасибо только что объяснил вам пытаясь объяснить никто вам на это не ответит не даст именно ваш ответ никогда пожалуйста в этом сне заходите еще раз и спрашивайте почему земля показали ее в виде спирали только там ответ не бывает никаких других ответов никто вам этого не скажет все не так как вы думаете как правильно тогда настроиться на взаимодействие экспериментировать в вашем случае экспериментировать идите с намерением сновидения и экспериментируйте берите помощь там хранителей ваших там не знаю наставников помощников кого хотите заходите и начинайте работать это очень сложная на самая сложная работа которую я когда-либо видел но она приносит огромное удовлетворение результаты нет понять чего опасаться я не смотрю соники обычно покойник приходит и предостерегает но так и спрашиваете чего опасаться но я не знаю как вам объяснить он пришел говорит вот это завтра вот так случится но спроси во первых ты спроси кто он такой почему откуда у него такая информация но как-то как как вот вот к вам позвонил сосед до открытом в дверь вы открыли не свидетели еговы и не таня с не знаю с соседней квартиры он вам что-то какой-то дичь несет вы наверное спросите его зачем ты кто ты почему тут имя это говоришь правильно все что приходит покойник это не значит любая сущность легко переобудится в покойника припрется причем покойника самого близкого вашего родственника припрется разведет вас чем они в общем то и занимаются вот поэтому пожалуйста там все там там только в сновидении вы уточняете спрашиваете разговариваете другие сны вообще не вижу работать надо надо работать это близкие люди покойные не факт что это именно близкие люди проверяйте вы их проверяли любая сущность легко переобудится в любого вашего близкого покойного смотря как он приходит и какие действия делает покойник разное значение покойник разное значение но вы опять от ума это все какое покойник разное значение покойник это был как может притом во первых дать начнем с того что что такой покойник что такой покойник напишите мне что такой покойник мне покойник снятся к дождю но отлично кому-то к снегу кому-то в деньгам тому что такое покойник покойник напишите мне вот покойники приходят что это такое то такие покойники как вы все понимаете что-то пришел что это что это за субстанция покойник покойник это душа упокоена что такое покоенная душа упокойная что это такое расскажите мне покойник это душа упокойная что такое покойная душа душа она и в африке душа когда я пережил клиническую смерть когда мое тело сдохло неким покойником не был мертвые люди это мертвые люди мертвых людей закопали их давно черви сожрали это мертвые ли он там встал из могилы пришел к вам во сне не согласен не согласен вот поэтому что произошло никаким покойником я не был я как душа да как тело меня тело не интересует тело это не мое это это не я это временная хрень в которой я находился как душа но и собственно говоря нахожусь сейчас поэтому никаким покойником я не был напишите мне пожалуйста вот так внятно что такое покойник или что такое душа упокойная так как у покойная душа она есть душа как бы какая какая я была душа упокоенная было просто душа которая вырвалась из этого тела из этого мира была в полном счастье и радости и и все остальное смерти нет мы потом живем в духовном мире что значит духовный мир объясните мне свое понимание духовный мир там где духи живут я не считал себя духом абсолютно мы потом живем мы в разных мирах живем не обязательно духовный мир я не знаю что такой духовный мир поясните мне мертвые люди вы не можете мне пояснить упокойная душа вы мне тоже не можете объяснить что поясните мне как вы это понимаете вы прочитали где-то и вам это зашло до упокойная душа как они за покойная ну давайте начистоту будем вот эти вот книжки которые вы там где-то вы там информацию берете я вот то что я говорю я могу вам все рассказать и и объясните показать и и расписать все будет здравствуйте уважаемый покойник как мне кажется это сгусток энергии здравствуйте уважаемый еще раз как что знаю покойник сгусток энергии сгусток энергии шаровая молния сгусток энергии заряд электричество какое-то сгусток энергии это батарейка в которой находится сгусток энергии которые находятся сгусток энергии какое отношение к покойнику имеет сгусток энергии как это это сгусток энергии и чего этот сгусток и что он делает сгусток энергии откуда он взялся сгусток энергии что это откуда он взялся я же вас не просто так спрашиваем может быть но как бы у вас есть познание которое и мне будет очень полезно я просто все вот эти вот я всегда проверяю как хорошо куда она сгустилась и так от чего она вдруг сгустилась на что смерти нет это однозначно если вы душа то смерти нет это мертвые люди я уже сказал что мертвые люди все закопанные землю расскажите напишите потому что может быть я тоже говорю вам непонятные вещи и вот у вас как бы вы пишете я переспрашиваю вы объяснить не можете просто где-то услышали и теперь вот такое вот выражение здесь пишите покойников не бывает покойники вот вы сами как понимаете покойников не бывает покойников все закопали уже упали пришли покойники возможно приходит сущность первую очередь хорошо вы проверили это не сущность это вот но это возможно в моем понимании частицы души того человека которого ну сейчас я объясню в теле которого вы вы знаете вы знали его именно в теле этого человека поэтому она приходит в образе подобие того человека которого вы знали на самом деле этого образа ну то есть этого тела уже нет тело отработало его уже закопали все покойника нет вот его просто не существует покойник если понятно непонятно напишите что непонятно и если появляется это появляется либо душа либо часть души которая была в том теле с которым вы были знакомы ну или как это говорится в родственных отношениях вот верно так если непонятно я вам рассказал то напишите что непонятно или усомнитесь чем-то можем с вами на просто беседуем и разбираем какие-то вопросы сейчас секунду я почитаю может ли сущность ставить препятствия нам в реальном мире чтобы мы не могли исцеляться да это ее забота прямая потому что мы еда и она нас разводит на эмоции с помощью эмоций из нас выходит энергия страдания вот как вы пишете чтобы мы не могли исцеляться поэтому мы мы до подвержены и она очень даже может нет это я не услышал мне мне часто приходит плохой под образом моего секунда мужа но я понимаю что допишите ладно что сущности понятно сеансы регрессии беседовал с одной за хорошо замечательно что за сущность почему регрессия была в общались сущности ну да ладно тут все перемешано у каждого конечно свое восприятие здравствуйте скажите пожалуйста же мне что ждет вера 31 вера это не ко мне вопрос я не бабушка в платочке которая мечт картишки вот поэтому я ничего не могу сказать могу сказать только одно ни хрена ничего хорошего нас никогда не ждет все хорошее делаем только мы сами вот она сидит там бедная и ждет хорошая сейчас вот верка придет я и сейчас сделаю хорошего какие возможности у меня ирина 44 без понятия ирина я вот вижу какую-то маленькую аватарку я даже не вижу вас поэтому это тоже вопросы не ко мне какие у вас есть возможности приходите на диагностику я вас посмотрю и скажу вам интересно как души живут после смерти что они делают там помню для родственники нас наши ну во первых как души живут после смерти у души нет смерти и душе похрену это тело которое я только что сказал в котором она находилась и родственники в общем то она тоже не очень безусловно мы можем прийти помочь что-то где-то где-то как-то но мы были родственниками только тем телам и не более того но как правило даже не душу поэтому души живут прекрасно в основном если ничего сильно плохого они здесь не делали но если это только не убийцы или еще кто-то здравствуйте когда будет диагностика оплачиваете диагностика будет в любое удобное время здравствуйте века здравствуйте здравствуйте вот так что хочу вам сказать что у всех все по-разному а как же родственные связи родственные связи все от ума и здесь которые ваше тело с телом каким-то генетически вроде как родственные все больше никаких связи не существует ну то есть все тела здесь все сделается здесь да сколько людей столько и мнение что брать за эталон ничего и никого не брать не слушать не читать не посмотреть пошли все на хрен брать только свою информацию все только что приходит вам что видите вы без насильственных каких-то действий именно видите и воспринимаете потому что все остальное это полная ерунда но или хотя бы прислушиваться к тем которые не купили дипломы там за два часа обучения те которые что-то на самом деле видят знают слышат как-то как-то спозиционировали себя одни сказочниками так читая дальше благодаря как понять эти знаки от сущности или от хранителей чтобы оберечь если вы там с нормально поливать проводником все проверяется и и знаки смотря какие знаки я не совсем понимаю и где они эти ваши знаки если мы говорим про погружение то я вам сказал что нужен нормальный атера действительно существует чем действительно они не существует это все от ума чтобы вы боялись и не мяукали это все неправда как можно оплатить напишите мне в инстаграм я вам все расскажу все очень просто выходите в шапку профиля и там есть квадратик нажимаете попадете в инстаграм напишите мне я по мере очередности посмотрю и отвечу вот то и практикую что вижу своими глазами и слышу ушами замечательно здравствуйте рады вас видеть здравствуйте очень взаимно знаки в нашем мире нужно проверять и понимать кто их вам дает да возможно это и друзья и не очень друзья спасибо большое за ответы всегда интересна эта тема благодарю и вас и вы всегда интересно пишет из интереса задаете вопросы поэтому поэтому мне тоже интересно с вами пообщаться вот если вопросы еще какие то есть пишите вопросы я буду скоро закругляться потому что у меня скоро будет шаманское погружение я буду занят буду работать помогать человеку в общем то да у каждого свое восприятие безусловно вот что практикуете то и практикуйте все по вашему уровню развитию и потому как вы это воспринимаете так и воспринимайте если вы все проверяли и можете это все передоказать ну то есть что это вот не на слово вы принимаете а именно на действие то безусловно это сейчас для вас важно и пусть это будет расскажите пожалуйста про шаманское дыхание до рассказывать в общем то нечего нужно его проходить и попадать в это состояние в измененное состояние сознание и там получать ответы на свои вопросы шаманское дыхание в общем то практик который я провожу я дышу вместе с вами с тем человеком который придет на шаманское дыхание он пишет запросы мы эти запросы обозначаем запросы вопросы на шаманское погружение оно очень очень хорошо работает даже тем кто ни во что не верит для тех кто ни во что не верит для тех кто как бы никогда не там не погружался или еще что то его и в это не верит то через шаманское дыхание все становится на свои места и еще ни один зверь не долетел до середины днепра шаманском дыхании все абсолютно видели понимали в общем работа всегда продуктивная в этом шаманском дыхании практика очень интересная рассказать про нее невозможно я дышу с человеком вместе мы с ним по видеосвязи я его должен видеть это дыхательная практика достаточно долгое и прекращают дышать когда он его тело меняет свет на и само тело вот перед телом есть как он за эти ауру тогда я понимаю что он зашел в это состояние измененного сознания и вот как бы он вот он как бы готов к восприятию поэтому таково шаманское дыхание вся жизнь игра если все надоело что делать ну что-нибудь делать если он все надоело знать что вы еще не все проходили не все видели вариации очень много поэтому что делать благодарю за ответ благопринимаю вариации очень много на самом деле уходите отсюда уходите в сновидениях уходите есть практика осознанно сновидения есть практика выход из тела есть практика я сплю на гвоздях до миллион практик при желании мы ищем возможность при нежелании мы находим причину поэтому все надоело значит вы еще не все пробовали это не может надо есть вы уходите тело остается вы там столько интересного можете посмотреть что он и десяти жизни не хватит для того чтобы все это просмотреть я вам гарантирую это вот ну что друзья мои благодарю всем за то что писали интересные вопросы всегда интересно с вами пообщаться что-то еще написали сейчас секунду начал прощаться что-то написали здравствуйте скажите пожалуйста если я боюсь пройти шаманское погружение может ли это означает что мне мешает сущности но может быть сущностью может быть ум как правило они всегда тормозят развитие это в их интересах наверное это самое главное ответ на ваш вопрос да возможно сущностью возможно ум но он такая скотина которая всегда работает на стороне сущностей болезней и прочей всякой хреновины поэтому да возможно до спросите у себя у своей чуйки у своей души как мне сделать в там шаманское погружение как никто не хочет чтобы мы развивались никто никакой игрой границы рфи не власти не никто не хочет чтобы мы развивались чем мы тупее чем ограничение тем мы более стадо подобные поэтому наверное но наверное вам нужно понять все таки как это пересиливать себя как идти на самом деле да это какой-то барьер наверно наверно да но когда вы понимаете что надо вот прям вот блин вот надо то тогда и страх проходит от кого это страх тоже можно найти благодарю вас с вами очень интересно и много чему поучительно благодарю и вас добрый вечер добрый мозг наш предатель получается мозг не только предатель он конченый дальше не буду дальше вы сами и это ну и это я не знаю как даже назвать чтобы здесь не выражаться он нас всю жизнь имеет и в конце жизни он нас убивает всю жизнь имеет там и толстые там и бедные там и худые там и рыжие там и несчастные это у нас не любят там и ну в общем все 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 что есть плохого в жизни это только у нас имеет он пропускает все болезни абсолютно все от рака от все всего гадости все это забота ума он все это делает только он все это делает и все прочие штуки которые плохого происходят делает только ум ну что друзья мои все всем благодарю горе от ума да еще какое горе горе сплошное от ума благодарю что писали было интересно если что-то интересно услышали от меня я очень рад я рад если даже вы просто меня услышали